Добрый день! Сегодня у нас плоская головоломка от компании ЧИИ. Это разновидность пятнашек под названием Три Королевства или Три Киндомс. Также можно встретить название Клодски. Здесь код товара QY846. Всё почему-то по-китайски, ну почти. Изображение самой головоломки. Да, вот это исходная позиция. Ну, здесь рассказывается, что нужно сделать. Китайского я не знаю, поэтому открываем. И внутри также должна быть инструкция. Это так называемая детская версия этой головоломки. Есть ещё взрослая в более стильном дизайне, похожем на вот эти пятнашки. Я купил её, как обычно это бывает, за компанию с какими-то другими головоломками и уже несколько месяцев дома лежит. Ну и, видимо, пора доставать. Головоломка магнитная, с такого простого пластика, голубенькая. В чём здесь особенность, ну, от обычных пятнашек. То, что в простых пятнашках цифры от 1 до 15, и все детальки одинаковые. Их можно как-то перемещать. И принцип, если понять, то всё становится легко. Про пятнашки я как-нибудь сделаю отдельное видео про все размерности. Это версия 4х4, а есть 3х3, 5х5, 6х6 и 7х7. Будет отдельный обзор. Здесь же деталики есть такого же размера, примерно. И двойные, а также вот такой вот, как бы, из четырёх элементов. Пластиковая вставка. Её нужно извлечь. И после этого можно детальки как-то перемещать. Здесь изображены различные герои. Да, магнитики можно видеть. На детальках они скрыты, здесь же выступают. С обратной стороны это выглядит вот так. Вот эти ножки вроде бы призваны, чтобы головонка не скользила. Но она скользит. Взять те же пятнашки. Тут ножки резиновые справляются лучше. Ну, версия детская, версия дешёвая. Я покупал её за какие-то сущие копейки. Ну, в комплекте с другими головоломками. А сейчас же я посмотрел. В российских магазинах стоит рублей 700-800. Понятно, что цена увеличилась в связи с тем, что доллар подорожал. Но за рубежом покупать, наверное, пока нет смысла. Там либо не купить, либо купить, но не доставят. Так раньше в Китае можно было купить рублей за 200. Но, тем не менее, в российских магазинах она есть, поэтому можно рассматривать для покупки. Версия, которая более взрослая, она стоит в два раза дороже, порядка 2000. Здесь же 700-800 рублей. Честно, переплачивать за более дорогую версию смысла не вижу. Всё здесь работает и так. Ну, конечно, рисунки более детские. Ну, а я как-то справился и пережил. В чём смысл? Нужно вот этого большого героя. Я знаю, что его зовут Цао Цао. Он то ли император, то ли какой-то предводитель. Его надо освободить, чтобы он прошёл в эти ворота. На самом деле здесь трамплинчик какой-то есть, он так легко не проходит. Но надо сделать именно так. И задача вроде бы простая, но получается так, что сделать это не так и просто. Я первоначально потратил на решение несколько часов. Ну, я не постоянно крутил, но вот. Повертел полчасика, отложил, потом вернулся, ещё, может, минут 40. Вертел и в итоге получилось. В инструкции есть решение. И оно достаточно объёмное. Здесь движение 80. Если задача вам покажется непосильной, то можно решение посмотреть. Но это, конечно, уже не так интересно. Разобраться даже на китайском вполне можно. Что интересно, здесь помимо основного, начального положения, есть ещё несколько других. И на них также есть решение. И они вроде бы покороче. То есть можно начать с чего-то попроще и уже потом переходить к более сложному. Я сейчас попробовал перед записью этого видео высвободить ЦАО-ЦАО. Потратил сколько-то времени, причём немало. И я не вспомнил, как это делал. И не освободил. Да, конечно, можно руками всё это извлечь. И помочь бедному господину покинуть пределы игры. Но, как бы, интерес в таком занятии минимальный. Также я проверил инструкцию, которая там есть. Да, она работает. И причём движения не такие, как у меня были в моём первом решении. Хотя, возможно, я сделал их много лишних. Самая большая проблема здесь в чём? Какие-то детальки двойные вертикальные, одна горизонтальная. Не всегда что-то мешается. Тут можно как-то что-то передвинуть. Но получаем вот такую ситуацию, и уже дальше движение не происходит. Приходится что-то выдумывать. Как тут импровизировать. И вот опять во что-то выливается. Можно спустить императора на один шаг вниз. Но дальше движения блокированы. Получается, что первоначальная задача, ну, основная, как на картинке, она нетривиальна. И если вы хотите поломать голову, то можете начать именно с неё. Я поначалу, когда видел в магазинах эти пятнашки, ну, как-то так относился с пренебрежением к этому изделию. Оно оказалось достаточно интересное. Мой сын собрать не смог совсем. Хотя долго пытался. Ну, детям больше нравится просто щёлкать. Я собирал долго. И повторить вот прямо сейчас не смог. Как-нибудь ещё попытаюсь. Да, сейчас головоломка стала дороже. Но всё равно, если вам хочется чего-то особенного, отличного от обычных пятнашек, то это как раз то, что нужно. Не то, чтобы такая головоломка должна находиться у каждого в коллекции, но вреда она точно не нанесёт. Я сейчас повнимательнее изучил инструкцию. Оказалось, что я был не совсем прав. Здесь вот нарисованы несколько ещё ситуаций, которые предлагаются для решения. И стоит знак вопросика. Я подумал, что они решены здесь. Но присмотрелся. И здесь вот три ситуации, которых здесь нет. То есть три случая, которые решены. А вот эти шесть предлагают нам решить самостоятельно. То есть игра не такая уж и короткая. По сути, здесь сначала одна большая задача. Сложная. Три других с решением. И шесть ещё неизвестного уровня сложности. Я сейчас вот смоделировал самым коротким решением. Давайте попробуем решить. Вот так вот это всё выглядит. Получится или нет, не знаю. Здесь можно заметить, что главный герой находится не в самом верху, а посередине игрового поля. Здесь маленькие квадратики могут передвигаться, но бессмысленно это ни к чему не приводит. Поэтому явно нужно как-то через верх идти. И здесь два длинных элемента. А здесь два коротеньких, один длинный. Мы можем, конечно, вот эти вот сюда протащить. И тогда всё заблокируется. Понятно, что нужно тогда делать ход сюда. И как-то вот здесь вот уже перемещать. Так. Вот на один шаг ЦАУ-ЦАУ сместился вниз. Но вряд ли это правильный ход, поэтому отменим. Хотя здесь можно вот так сделать. А, ну действительно. Простая ситуация вполне интуитивно решается. Наверное, лучше начать с неё. Не с самой первой, которая там предлагается. А именно вот с этой коротенькой. Если смотреть в инструкции, то она на обороте в левом верхнем углу. Здесь самая длинная задача. Здесь же задачка попроще. Не знаю, так ли я и решил, как здесь написано. Ну, вроде решение удалось. Император спасён. На самой вот этой вот коробочке здесь изображена самая сложная задача. Так вот этот элемент нужно передвинуть направо. Да, вот она. Самая сложная задача. Видимо, основная. Остальные, значит, попроще. Ну, кроме тех, решения которых не дано. Интересная, забавная головоломка. Головоломка. Рекомендую. Если цены вернутся на прежние позиции, вполне можно себе позволить. Единственный недостаток считает то, что как только ты узнаёшь решение, ну, и несколько раз его повторяешь, то интерес в задаче теряется. Простые пятнашки можно на скорость собирать как-то быстрее. И там различные исходные положения. Здесь же вот у одной задачи одно исходное положение. И вот решением должно быть именно вывод большой детали за пределы поля. Но, возможно, в этом и особенность. Неплохая головоломка. А на этом у меня всё. Всем спасибо. Всем пока.